МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня выпуски. Вклад женщин в развитие Карагандинской области неоценим. А их гражданская активность – показатель демократического развития страны. Глава региона Нурмухамбет Абдибеков принял участие в торжественном собрании. В трудные годы бремя большой ответственности ложится на хрупкие плечи женщин. Так было в годы войны и на заре становления независимости Казахстана. Аким Карагандин, Урлан Аубакиров провел торжественный прием в честь 8 марта. Равные права, равные возможности. Все больше женщин выбирают для себя так называемые мужские профессии. Криминалист, кинолог, специалист по вооружению. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков на торжественном приеме в честь 8 марта поздравил женщин с наступающим праздником. Глава региона также вручил многодетным мамам государственные награды, подвески Алтаналка и Кумысалка. В сегодняшнем мире женщине отведена роль не только хранительницы очага. Государственное управление, промышленное производство, финансовая сфера, силовые структуры и многое другое. Везде казахстанские женщины трудятся наравне с мужчинами. На торжественном приеме Акима Карагандинской области собрались женщины, добившиеся успеха и признания благодаря своему труду. Мы говорим лучшая половина человечества, но как минимум половина это вы и те достижения, которые у нас в области имеются или в стране в целом, то львиная доля это ваш труд, это ваши успехи, это результат вашего труда. Поэтому в этой части тоже хотелось бы сегодня выразить вам искреннюю признательность, благодарность за эту работу, которую вы проводите. О своем вкладе в развитие общества рассказали и виновницы торжества – бизнес-леди, производственники, работницы образования и здравоохранения. Одна из них – Ляза Транова, директор Жасказганского медицинского колледжа, а по совместительству – председатель ассоциации женщин города Жасказган. Мне очень понравился подарок. Память, я думаю, будет долгой. И хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить Акима, а также поздравить всех женщин нашей Караганинской области с таким величайшим, самым светлым и самым красивым праздником – днем 8 марта. На торжественном собрании Нур-Мухаммед Абдебеков отметил, что и все же главное предназначение женщин – это рождение детей. Аким области вручил многодетным матерям подвески «Алтын-Алка» – тем, у кого семь и более детей, и «Кумыс-Алка» – тем, у кого шестеро детей. Золотые значки получили Виктория Кугай и Айна Гуль-Хамитова. Серебра удостоились Сара Искакова, Галина Беспалова, Салтанат Даулитбаева и Ширай Сакенова. Андрей Тенул, Жасгабасов, Бауржан Ермагометов, Первый, Карагандинский. Торжественный прием – не единственное праздничное мероприятие, которое прошло с участием Акима Карагандинской области. В театре имени Сакена Сифулина состоялся праздничный вечер. Нур-Мухаммед Абдебеков отметил неоценимый вклад женщин в развитие области. Гражданская активность женщин – показатель демократического развития страны, подчеркнул Аким. В Казахском драматическом театре имени Сакена Сифулина сегодня особенно ярко. А все потому, что в зале собрались самые яркие и активные представительницы разных сфер деятельности. Именно в их честь сегодня букеты цветов, искренние поздравления и концертная программа. Первым свои пожелания милым дамам выразил Аким области Нур-Мухаммед Абдебеков. Уважаемые женщины, поздравляю вас со светлым праздником. Хочу сказать, что в судьбоносные моменты истории, такие, какие переживает Казахстан сегодня, мы всегда опираемся на вас. Вы всегда проявляете свои лучшие качества – любовь, милосердие, доброту, которые помогают нам преодолевать трудности. Яркие концертные номера, песни и танцы не оставили равнодушными женщин. Дамы, получившие цветы из рук Акима области, не забыли поздравить своих соотечественниц. Женщин, бабушек, мам, дочерей с прекрасным праздником весны. Хочу пожелать, пусть у них сбудется все. Пусть каждая из них себя почувствует любимой женщиной. Чтобы были всегда любимые, единственные, неотразимые и необходимые все в вас. И солнце, и мир, и солидарность, и все, что есть самое прекрасное в нас, женщинах. Желаю добрых удач всем в семьях, материнского счастья, безоблачного неба. И бесконечной любви близких, чтобы мы любили и были любимыми. Торжественный прием в честь Международного женского дня провел и Аким Караганды Нурлан Аубакиров. Выступления артистов, стихи и подарки от Акима – все это создавало неповторимую атмосферу любимого праздника. Забавный ролик с малышами создал праздничную атмосферу, наполненную улыбками детей, ароматами цветов. На торжественном приеме Акима Караганды собрались представительницы практически всех сфер жизни. Городоначальник Нурлана Аубакиров отметил, что этот праздник особо дорог для казахстанцев. Все мы помним трудные годы независимости, первые самые годы, когда необходимо было проявить понимание, выдержку, смелость. Вы сумели быстро адаптироваться к непростым условиям, начали активно осваивать новую экономику, внесли огромный вклад в становление нашего молодого государства. На сегодняшний день почти половина всех руководителей малого и среднего бизнеса в Караганде – это женщины, подытожил Аким. Особое внимание на приеме уделили соотечественницам, участницам Великой Отечественной войны. Серафима Григорьевна Пономарева служила военным переводчиком. День Победы встретила в Берлине. На встрече ветеран рассказала о героическом подвиге женщин в годы войны. Она воевала на фронте, она работала в группе 20 часов, она родила, любила, воспитывала своих детей, отбелась от своих внуков. Нашим женщинам поставили памятники всех городов, мира. В Алкограде – самая огромная памятница, родина Мадзеева. В Берлине, в Кепту, в парке стоит, скорбящая мать и погибшие дети в парке, где похоронили миллионы наших солдатных офицеров. И в Казахстане, в Али, стоит памятник. И слава нашим женщинам, женщинам матери, женщинам войны, женщинам дружинцам. Своё отношение к празднику также высказали представительницы культуры, образования и даже силовых органов. Все они отмечают, что сегодня женщина успешно работает наравне с мужчинами. Однако основное предназначение женщины – быть матерью – накладывает особую ответственность. Не случайно многодетные матери становятся обладателями государственных наград. Завершился торжественный приём праздничным концертом. Андрей Тен, Исламбекус Пан, Баужан Ермагомбетов, 1-й, Карагандинский. В современном мире представительницы слабой половины человечества всё чаще выбирают профессии, которые принято считать мужскими. Однако сами они считают, что разделение профессий на мужские и женские давно осталось в прошлом. Сейчас девушки могут реализоваться в любой сфере. Асиль Сазанбаева расскажет о женщинах, которые занимаются мужским делом. Удивительно, но в Караганде оказалось много женщин, выбирающих делом своей жизни сугубо мужскую профессию. Наверное, для того, чтобы всю жизнь ходить в форме, выполнять приказы, маршировать и стрелять, нужен своеобразный склад характера. Ведь женщинам, живущим по приказу начальства, не дано полностью расслабиться, даже после работы. Зачем ей все эти сапоги на плацу и погоны вместо драгоценностей? Но Макпала Мирханова считает, что место в строю найдется и для женщин. В военной службе, думаю, тоже женщине, тоже в рядах. Есть место в рядах. Потому что женщина, она все равно смягчает немножко мужской коллектив и приносит какую-то гармонию. Потому что женщина, она и есть женщина, она все равно будет стараться сделать, все равно хоть небольшой, но какой-то уют, какое-то тепло в работе, чтобы все проходило на более мягком уровне. Не на таком строгом офицерском, твердом уровне, но и на таком женственном уровне. Макпала Мирханова в строю уже 10 лет. По образованию педагог. Но после окончания университета решила вступить в ряды защитников Отечества. Надев впервые военную форму и встав в строй, охватила чувство гордости и патриотизма, вспоминает Макпал. На протяжении 10 лет несет службу в Национальной гвардии, региональном командовании Орталык. Поблажек и особого отношения нет никаких. Все делаем так же, как и мужчины. Сейчас ни о чем не жалеет, а ходить в форме и выполнять приказы стало дело привычным. На сегодняшний день Макпала Мирханова носит звание еврейтора. Ежедневно ведет учет вооружения и периодически заступает в наряд. Психологический барьер, может быть, все-таки женская душа чуть-чуть просыпается. Иногда хочется, конечно, поплакать, но вспомнив о том, что мы принимали присягу, что мы клялись, что будем служить, несмотря на все тяжкие доли и последствия, но мы принимали присягу, мы обязаны служить, и поэтому стараемся служить достойно. Айнур Маханова тоже носит погоны. Больше трех лет она служит в Управлении внутренних дел Караганды в отделе криминалистики. Закончила Карагандинский государственный университет по специальности биология. Однако вскоре поняла, что это не ее путь. И, наконец, нашла работу по душе. На вопрос, почему криминалист, Айнур, не задумываясь, ответила, что это подразделение, где можно заниматься научной деятельностью и проводить исследования. Вспоминая первые выезды, рассказывает о волнении и страхе. Но сейчас ничего подобного уже нет. В каждой работе есть свои плюсы, минусы. Но самое главное, я люблю свою работу. Я хожу на работу с удовольствием и не жалуюсь, что пришла именно в эту службу. Какие-то трудности встречаются? Бывают трудности, да, когда на улице 30 градусов мороза или на местах происшествий, на улице бывает иногда преступление. Ну, ничего, справляемся. Ольга Ушакбаева по образованию дизайнер интерьера. Но так же, как и Айнур, выбрала для себя совершенно другой жизненный путь. Сейчас женщина служит в спасательном отряде департамента по чрезвычайным ситуациям. По специальности кинолог. На протяжении пяти лет усиленно занималась спортом, горным туризмом. После устроилась в спасательный отряд. Сейчас Ольга рисует исключительно для себя, поскольку много времени занимает работа. Кинологический отряд существует с 2006 года. С тех пор Ольга и работает там. Единственная сложность – это психологическое давление, уверяет женщина. Но преодолеть депрессию помогает любимый муж и дети. Ну, работа на самом деле замечательная, я считаю. Потому что она позволяет реализоваться во всех смыслах. То есть ты очень много ездишь. Я не могу назвать это путешествиями. Это все-таки работа. Но ты много видишь разных мест, новых мест. Не только в пределах области, по всей республике. Ты встречаешь очень много людей, замечательных людей, которые остаются с тобой по жизни. И я как бы сейчас с уверенностью могу сказать, что я могу приехать в любой населенный пункт, в любой город крупный. И везде есть люди, товарищи, друзья, с которыми где-то работали, пересекались. Это из плюсов, да. Из минусов, конечно, работа у нас очень своеобразная. В плане, наверное, эмоциональной нагрузки. То есть мне, как женщине, иногда бывает немножко тяжело. Многие думают, что работа спасателя – это интересно. Каждый день ты можешь проявить себя в деле. Но женщина говорит, что ей приходится преодолевать много бытового и тяжелого труда. Большую часть времени занимает трясировка собак и собственные тренировки. Сейчас в отряде три кинолога и четыре собаки. Ольга считает свою профессию полностью женской. Потому что именно здесь, как никогда, необходима женская забота и внимание. Я наоборот считаю, что работа кинологом – это женская работа. Все-таки кинолог – это в первую очередь воспитатель. И тут нужны такие качества истинно женские, как терпение, такт, знание психологии. Если мы сейчас говорим о кинологии, то знание психологии животного. Мне кажется, у женщин это наоборот получается лучше, чем у мужчин. Тяжело только в физическом плане, что надо как-то держать себя в форме и собак в форме держать. Постоянно быть готовы к выезду. А все остальное – это, мне кажется, наоборот женская работа. Несмотря на свои мужские профессии, все героини рассказали, что главным для них все-таки остается семья. Они стараются как можно больше времени проводить дома со своими родными. И в Международный женский день нашим героиням хочется быть просто женщиной, принимать подарки и поздравления. Поздравляю всех с наступающим праздником. Желаю спокойствия, прежде всего, в семье, в быту, ну и беречь своих близких. В преддверии 8 марта хочу поздравить всех женщин с этим светлым праздником, с этим весенним чудесным праздником, чтобы пожелать самое главное – крепкого здоровья, красоты и мирного неба над головой. Желаю всем женскому полу с наступающим праздником 8 марта. Желаю всем самое главное – женского счастья, семейного благополучия, крепкого здоровья. Чтобы рядом были всегда любимые люди, чтобы всегда было все хорошо. В Карагандинском филиале партии «Нур-Утан» поздравили многодетных матерей и женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Первый заместитель председателя партии Хадиша Успанова выразила свое почтение гостям и вручила им памятные подарки. Инна Дергилева – многодетная мама. Она воспитывает шестерых детей. Двое из ее малышей, к несчастью, ограничены в возможностях. Однако, по словам Инны, это никак не влияет на материнскую любовь. Каждого из своих чат она любит по-своему. Я хочу от всей души поздравить всех женщин нашей страны, ну и, в принципе, всей планеты с весенним радостным праздником. Пусть они будут красивы, пусть у них будет в душе мир, любовь, надежда на будущее. Пусть они с радостью рожают и воспитывают детей, потому что, в принципе, для женщины это самое главное, что мы можем сделать. На торжественном чествовании присутствовали более десяти многодетных матерей. Каждая из них гордо делилась своими секретами воспитания счастливых детей. По информации организаторов, подобные мероприятия необходимы для матерей, которые в основном занимаются домашним бытом. Ни для кого не секрет, что зачастую многодетные мамы не могут себе позволить ни минуты отдыха. В преддверии Международного женского дня областной филиал, а также территориальные филиалы партии проводят торжественные мероприятия, чествования наиболее активных членов партии. Это представительницы промышленных предприятий, бизнеса, женщины, которые воспитывают многодетные матеря, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, ну и многие другие. Буквально вчера мы проводили прием торжественный, вручали подарки тем женщинам, которые работают на промышленных предприятиях. Кроме поздравления, женщин-члены партии Нур-Отан намерены посетить 8 марта родильные дома города. Они хотят лично выразить почтение дамам, которые станут мамами именно в этот день. Айя Мамрина Жасула Макулбеков, Бауржан Ирмагомбетов, Первый, Карагандинский. Красота и отвага. Именно так решили назвать конкурс в Департаменте внутренних дел, посвященный предстоящему 8 марта. В органах внутренних дел Карагандинской области служат больше тысячи женщин. Наравне с мужчинами они выполняют задачи по профилактике преступности, отмечают ДВД. Форма к лицу не только мужчинам, но и женщинам. Вот уже не одно столетие это доказывают те, кто решил посвятить себя служению Отечества. Сегодня в органах внутренних дел Карагандинской области служат более тысячи женщин. Наравне с мужчинами они раскрывают преступления, проводят криминалистические исследования, обеспечивают охрану общественного порядка. Какие бы сложные профессии вы не осваивали, вы всегда сохраняете свою красоту. Душевность и отзывчивость, своим профессионализмом, добросовольственным исполнением служебных обязанностей. Вы вносите весомый вклад охраны правопорядка, борьбу с преступностью, защитой конституционных прав, свободы граждан. В этот яркий весенний день искренне желаю вам крепкого здоровья, любви, тепла, материнского счастья, семейного радости, молодости и красоты. Не обошлось в этот день, конечно же, и без награждений. Генерал-майор полиции Мергенбай Жапара вручил четырем сотрудницам нагрудные знаки «Отличник органов внутренних дел второй степени». Еще четверо удостоены грамотой Министерства внутренних дел. Отличившихся также наградили благодарственными письмами и денежными премиями. После торжественной части в департаменте провели конкурс под названием «Красота и отвага». Всем участницам вручены ценные призы и грамоты. Андрей Тенес, Ламбекоспан, Бауржан Ермагомбетов, Первый, Карагандинский. Женщина-лидер. Под таким названием во Дворце культуры горняков прошел праздник, посвященный Международному женскому дню. Собравшиеся женщины делились друг с другом советами и опытом работы в различных сферах деятельности. Сагата Бикеева занимается дзюдо 10 лет, работает преподавателем в спортивной школе города Тимиртау. Сегодня она руководит школой по грибному спорту. На сегодняшний день посещает ее секцию 923 ученика. Сагата Бикеева пожелала всем женщинам всего хорошего и, главное, женского счастья. В данной сфере я нахожусь с 10 лет. То есть с 10 лет я занималась и до 27 лет профессиональным спортом. Это борьба дзюдо. После окончания спортивной карьеры я стала в спорте, работая в спорте. Подобные мероприятия проводятся ежегодно в непринужденной обстановке. Женщины делятся интересными историями и поздравляют друг друга с весенним праздником. Пришли поздравить женщин и ребятишки из детского сада, а также и творческие коллективы нашего города. Асель Сознамбаева, Жакслык Нуртай, Бауржан Ермагомбетов, Первый Карагандинский. Коллектив телекомпании «Первый Карагандинский» от всего сердца поздравляет женщин с 8 марта. С первым праздником весны, с рассветом природы, с торжеством женственности. Мы желаем изобилия эмоциональных красок, жизнелюбия, доброты, искренности, любви и удачи во всем. А также только хороших и добрых новостей. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Салбонтар. Редактор субтитров А.Семкин